Интернет-мошенничество. В Балхаше зарегистрирован очередной факт интернет-мошенничества. Старт для начинающих. Обучение основам предпринимательства в рамках проекта Бастау Бизнес в новом формате. В Балхаш посетили инструкторы областного клуба туризма. В собрании, которое проходило в школе-гимназии номер 15, приняли участие учащиеся школы. Главной целью мероприятия, организованного управлением образования Каргандинской области, является развитие активного туризма в школах. Это катание на лыжах, пикники на природе, скалолазание, походы для подростков. Мероприятие длилось два дня. На второй день ребята вышли на пикник в черте города. Да-да, мы знакомим детей и завтра поведем их в простой поход, который рекомендуем для школы, чтобы она водила своих учеников и показывала, что это такое. Программа предусматривает создание в этом году шести центров активного туризма в области. Мы обучаем 150 человек учеников и 20 преподавателей с разных школ, но с шести регионов. И они после этих семинаров будут проводить свои мероприятия, вот как мы предлагаем. В Балхаше сын украл матери золотую цепь и сдал в ломбард. В отдел полиции обратилась 68-летняя жительница. Потерпевшая сообщила, что золото, которое находилось в укромном месте дома, было похищено неизвестным. Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний сын потерпевшей. Свою вину он признал, пояснив, что украл у матери золото и сдал в ломбард, потратив деньги на собственные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 188 «Кража». Ведётся расследование. Также сотрудники криминальной полиции задержали 29-летнего горожанина, подозреваемого в краже. 51-летний житель Кокшетау приехал в Балхаш на отдых. Мужчина отправился на озеро искупаться. Вернувшись, обнаружил, что у него нет сумки с вещами. Сумма ущерба составила 65 тысяч тенге. Несмотря на отсутствие явных признаков преступления, свидетелей правоохранители установили и нашли преступника. Свою вину он полностью признал. Изъяты вещественные доказательства, ведётся расследование. В Балхаше прошёл турнир по волейболу. В нём приняли участие четыре команды трёх производственных площадок. Это спортивные команды «Тоо Транко Экспресс», цеха подготовки «Щехты», Балхашская обогатительная фабрика и цеха «Электролиза Медиа». За призовые места игрокам вручили денежные призы, грамоты и кубок. Сегодняшний турнир организован Союзом молодёжи «Жастар Булашак» ко дню «Металлурга» и «Обогатителя». Игра проходит на высшем уровне, хорошие призовые. Соревновались местные команды, игра проходит интересно. Команде победители успеха, а проигравшим успехов в дальнейших играх. По итогам турнира в номинации «Лучшие блокирующие» победу одержал Айбол Туманшин из ЦЭМ. Лучшим нападающим стал Амантай Мусабеков с Балхашской обогатительной фабрики. А звание «Лучший свезущий» досталось Мурзебекенову. Он представляет ТО «Транкоэкспресс». Четвёртое место заняла команда «Транкоэкспресс». В тройку лидеров вошла Балхашская обогатительная фабрика. Вторыми оказалась команда цеха электролиза Медиа. И абсолютным чемпионом стал спортивный коллектив цеха подготовки щехты. Обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» в новом формате. Получить базовые знания и навыки начинающие бизнесмены теперь могут в онлайн-режиме через платформу skills.inbeg.kz. Обучение длится не более 14 календарных дней, причём бесплатно. Для записи на курс обучения необходимо зарегистрироваться на портале business.inbeg.kz, пройти автоматическую проверку на соответствие условиям обучения. Ученикам онлайн-конкурса могут быть безработные, начинающие и действующие предприниматели, сокращаемые работники, не достигшие пенсионного возраста. Срок действия сертификата об обучении по проекту составляет три года. Прошедший онлайн-курс могут претендовать на получение гранта на реализацию бизнес-идей в рамках нацпроекта. Субтитры создавал DimaTorzok